Проводы зимы – это, пожалуй, один из самых ярких и веселых праздников. Сжечь чучело зимы, полакомиться блинами, помериться молодецкой удалью – вот за что в России любят Масленицу. А самое главное, что после нее наступает такая долгожданная весна. С городской площади Славянска-на-Кубани наш следующий материал. Это раньше чучело зимы нарежали во все старое и ветхое, чтобы вместе с огнем очиститься от прошлогоднего и войти в Новый год обновленным. Сегодняшнее чучело – это расписная красавица, которая заслуживает всеобщего внимания. И сжигать ее никто не собирается. 26 февраля румяный образ зимы возглавил праздничное шествие по главной улице Славянска-на-Кубани. Большое мероприятие, приуроченное к проводам зимы, на театральной площади организовали творческие коллективы города. Здесь было все, как и многие века назад. Большой хоровод, соревнования в удали, песни, танцы и загадки. Но главное, что вызывало улыбку на лицах собравшихся – это осознание того, что очередная зима подходит к концу. Встреча зимы и весны. Он очень позитивный, красивый и радостный. Дети радуются, взрослые радуются. И приходит тепло. По традиции на площади был установлен столб, залезть на который и сорвать праздничную ленту – предмет особой гордости каждого парня. Вот это, я понимаю, богатырская сизушка! Нет, одну! Одну ленту можно только! Ну и, конечно же, не обошлось без традиционного угощения самым главным атрибутом масленицы – блинами. Их для праздника приготовили на славянском межшкольном комбинате. Несмотря на холодный ветер, на площади было многолюдно. А мы всегда ходим, мы любим праздники. Просто. Постоянно ходим. Это так ярко, светло и весна. Вообще-то, мы первый раз на масленице. Мы приехали с Крайнего Севера, ну как бы, жить сюда. Поэтому, я вообще впечатление во всем. Мне очень нравится. Не обошелся праздник и без выставки народного творчества, а также мастер-класса, благодаря которому можно было научиться основам оригами. Мария Горошкова, Александр Косицын. Программа «События».